добрый день дорогие друзья всех приветствую на канале герчи ком с вами виктория сегодня будет обзор рынка форекс посмотрим валютные пары криптовалюту посмотрим нефть газ золото серебро и в конце я вам покажу некоторые кросс пары которые я выбрала на домашнем задании который очень неплохо смотрится так но на эту неделю у нас по валюте достаточно насыщенный новостной фон у нас будут данные ввп показатели по евро по доллару достаточно сильная новость будут будет решение по процентной ставки в новой зеландии но в первую очередь да мы смотрим на графики смотрим на механику рынка смотрим на у потому что новость она может быть уже учтена в цену то есть рынок может отреагировать на новость не всегда в моменте то есть рынок может отреагировать еще до того как новость выйдет да то есть преждевременно рынок может отреагировать на новость через какое-то время например либо в моменте поэтому всегда смотрим по запасу хода до сколько инструмент может еще пройти такие основные моменты именно по тех анализу это уровне да естественно сам график он уже показывает что происходит а новость новость уже учтена в цену так но начнем с индекс доллара до самого нашего главного перейдем на недельный график что мы видим в прошлый понедельник был обзор да я говорила что вот уровень который было закрытие выше уровня 94 77 это ключевой уровень а потому что данный уровень на истории это вообще уровень откатный этого уровня был сделан перелого цены здесь было закрытие выше уровня плюс да мы видим что есть восходящий тренд очень хороший такой садящий д тренд покупатели достаточно сильный да и вот здесь было закрытие естественно если бы на предыдущей неделе закрытие было бы то есть ниже да то есть мы закрылись бы ниже уровня то здесь было бы вообще полностью бы поломалась вся картинка и низ и восходящий тренд скорее всего был бы сломлен но этого не произошло этого не произошло то есть рынок пошел дальше и мы сейчас видим достаточно уверенно и лонговое движение даст почему уверенно потому что она практически но без откатная то есть достаточно хорошо мы прошли всю неделю был рост на вот если сейчас замерить это тар потому что индекс доллара сходит примерно полтора доллара полтора доллара ну здесь уже здесь уже и тар пройдет то есть запаса хода здесь вот уже нету а мы смотрим да естественно глобально вообще смотреть если глобально то индекс доллара смотрится в рост потому что здесь было закрытие закрытие прошлой неделе под самый уровень есть практически очень очень близко к уровню это означает что скорее всего будет продолжение движения и и ближайшая цель по индекс доллара у нас 97 54 это вот этот уровень взяться истории да здесь было очень много касаний это уровень зеркальный здесь был откат перелом цены то есть это достаточно сильно поэтому я думаю мы индекс доллара увидим возле данной ценовой отметки что происходит внутри дня здесь у нас мы видим насти прийти на дневной график здесь была остановка также мы нарисовали вот такую вот медвежью свечу да то есть мы рисовали практически вложенный пробой одним баром но тут же выкупили движение тут же практически выкупили это вообще называется ближний ретест то есть сделали практически сделали тест буквально вот через две свечи это ближний ретест и закрытие выше уровня то есть это означает что покупатели вообще практически не дают какое как-то глубоко откатить да и очень достаточно уверенно держит свою позицию поэтому внутри дня внутри дня пока ничего здесь все таки идет такая консолидация немножко к распиловка уровня поэтому я думаю что здесь еще можем потоптаться но вот уровень 95 97 купатель уверенно держит то есть навряд ли они сюда прям как-то глубоко инструмент пустят да есть какие-то делать уже манипуляции даст ценой как-то пытаться глубоко уйти ну это навряд ли поэтому нужно смотреть но вообще хорошо бы да заходить всегда от уровня потому что сейчас она все-таки находится далеко от ключевого уровня и здесь заходить не очень правильно будет поэтому нужно смотреть также сегодня только понедельник а впереди у нас сильные достаточно новости поэтому нужно чуть подождать а ну глобально опять же глобально да глобально смотрится в лонг и запас хода да даже если здесь пойдем ну здесь вот за счет от консультации который уже идет они сформируют такое данное накопление за счета вот этого накопления уже цена может идти спокойно продолжать свое движение так ну теперь продолжаем далее так евро доллар евро доллар у нас переходим сразу на дневной график так здесь у него уже есть уровни которые я нарисовала так ну смотрите во первых вот здесь вот уровень до опять же вот один 16 930 уровень откатный то есть здесь пробили его здесь он подтвержден был здесь был узлом движения это общая зеркальный уровень здесь от зеркали от зеркали это движение от зеркали лета движение достаточно сильно уровень движения было пройдено очень сильно здесь вообще здесь по здесь вообще хорошим уже пройден весь это армии ситор по евро евро у нас ходе 100 30 150 пунктов именно технически в по дневному графику внутри дня он ходит 70 80 если мы замерим то здесь уже пройден пройден весь так 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 пройден весит армия замеряем вот после накопления когда инструмент вышел здесь уже было пройдено дадить даже даже больше есть два тара то есть евро вообще прошел два своих а то здесь точно сильное было движение но если смотреть глобально глобально то мы видим что так это уровень сейчас уберем он такой внутренний вот уровень 11366 является синий да это вот касание было здесь злом движения здесь остановились и было консолидации здесь был откат до перилов цены здесь также был ложный пробой и перилов то есть достаточно сильный уровень подтверждался на истории что мы видим сейчас инструмент закрылся вы точнее ниже данного уровня то есть мы сейчас по идее должны вообще по правилам да по технике ждать ждать момента того когда инструмент подойдет обратно к уровню вот к этому 113600 то есть чтобы под накопить потому что здесь уже запаса хода евро уже то есть если смотреть сейчас евро вниз не пойдет нужно ждать когда евро под накопит свою под накопит энергии чтобы идти дальше а если внутри дня рисовать уровне то сейчас рабочий канал для по евро рабочий канал это это уровень 113600 11366 и 11260 данный диапазон сейчас по евро он рабочий то есть здесь как раз таки сейчас будут копить позицию для дальнейшего да здесь примерно вот 78 минут как раз вот здесь запас хода очень здесь запас хода пройден уже да и сейчас евро пока смотрится в лонке если смотреть прямо внутри дня кто торгует можно покупать по евро потому что ну идти внизу вот с этого уровня и именно сейчас до накопления чуков такого как как такового нету рано поэтому поэтому по евро вот такая ситуация рабочий канал пока рабочий канал для накопления позиции глобально конечно же все смотрится смотрится в шорты но опять же если будет закрепление выше уровня 113600 11366 прям буду закрепление то есть они закроются выше да и уже будет что-то такое рисовать лонговая то тут уже совсем картинка меняется потому что здесь уже лонговая зона сейчас инструмент находится в шортовой зоне но он далековато тура на 2 сильно ходить сейчас неправильно по технике потому что инструмент опять же может вернуться и потестить уровень то есть закрепиться ему же нужно здесь закрепиться есть продавцам нужно укрепить свою позицию под уровнем чтобы идти дальше на плюс они прошли двойной этар вот ну вот такая вот ситуация рабочий канал пока такой внутри внутри дня вот именно вот этот диффазон где евро сейчас пока будет ходить так фунт-доллар вот опять же более все сложнее чем по евро я это и говорила на прошлой неделе что действительно фунт особо не дал никакого там кого-то прям хорошего именно движения да и было движение лонговая но опять же здесь вот остановились да и и топчется то есть понос такой если вот приходить на недельку здесь вот на самом деле вот и вот уровень да у нас есть 13358 это уровень очень сильно он подтверждался здесь неоднократно вот вы можете увидеть на истории здесь здесь да здесь был перелом ну то есть достаточно сильно уровень но как мы к нему подошли мы коснулись его закрылись далековато нарисовали вот такую бычью свечу очень уверенную то есть вот вот называть вот эту вот конфигурацию возле уровня вот такого сильно нельзя прям говорить ну то есть нельзя сказать что это прям лонговая формация и что сейчас вот какой-то будет резкий отскок нет все таки они будут тестить еще раз этот уровень тестить и проверять да этот ценовую отметку то есть тут вот тут еще не все закончено то есть не все не все понятно то есть после данного уровня что произошло потому что они коснулись один раз немного такую сделали отбой до коррекцию сейчас опять они вот здесь остановились посередине получается данного канала почему я выделила уровня 134 76 он также есть хоть здесь он очень сильно запилен да здесь вообще зона огражения но опять же он есть этот уровень если вот поближе подменных график прокрутить так вот он уровень получается здесь коснулись до ложный пробой здесь пробой также вот пропили и пропили и одежды все-таки закрепили сделали вот такой вот перехай цены то есть достаточно сильно уровень он есть хоть он внутри вот такой вот пилы вот такого вот зараженной зоны но этот уровень все-таки есть ну и и как бы не зря остановили до инструменты именно на этой ценовой отметки сейчас что его вижу вот конкретно я во-первых запас хода здесь вот пройдено 50 процентов а тар сейчас по фунту то есть в принципе фунт может как и сюда сходить так и сюда сходить но я думаю что скорее всего он будет тестить вот этот уровень сейчас 134 76 и все-таки направлять свое свою энергию свое движение все-таки вниз к уровню а также для теста да еще раз по протестить данный уровень и здесь уже более менее как-то забраться потому что здесь не не все понятно 13358 я думаю что фунт придет опять же к этому уровню поэтому сейчас если смотреть в моменте пока ничего не видно то есть здесь либо так либо продавать от уровня 134 76 и ждать когда инструмент сюда подойдет есть что-нибудь такое нарисую до шартовая либо либо покупать от уровня одни 13358 но опять же покупать тоже смотреть как вообще что здесь нарисую да и как здесь ввести себя какая тут будет волатильность на этом уровне на данный момент на данный момент внутри дня по фунту ну есть ничего опять же вот вот в середине канала вообще непонятно вот просто момент находится в середине канала нам нужны вот эти вот уровни вот эти вот 134 76 13358 либо мы ждем 134 76 подход сюда и уже отсюда продаем до продаем и у нас идет запас хода внутри канала потому что вот здесь вот пройдено уже 50 процентов и если также мы без проблем можем сходить еще раз по такому же принципу да вниз ну как бы в канале вот здесь вот идет запас а если уже будет выход из накопления либо с отсюда либо либо вот с этого уровня поддержки тогда уже можно говорить что идет обнуление полностью отар идет полностью новое движение но пока нет пока инструмент работает внутри канала поэтому я думаю что фунт все таки будут тестить и идти вот в эту на этот уровень опять же поэтому нужно смотреть на часовике если и ждать подхода опять же к уровню 13476 и отсюда скорее всего возможно продавать но опять же надо смотреть сюда на поведение цены как закрывается инструмент выше ниже уровня как он подходит к этому уровню поэтому пока в моменте ничего по фунту на понедельник так австралийцы австралийцы я также думаю что он будет продолжать свое нисходящее движение да на прошлой неделе я также говорила по австралийцу вот на вот этой точке да что здесь нарисовали ложный пробой вот этого уровня очень на уровне злома это зеркальный уровень есть он также подтверждался здесь нарисовали якобы да здесь очень многие многих но обманули просто потому что нарисовали вот такое ложный пробой двумя свечами до плюс бычье поклощение они все-таки чуть-чуть сходили да и резко выкупили то есть не выкупили точнее резкого такая такие были вот продажи то есть все или вот движение это получается формации она не вообще называется не реализация ложного пробоя по тренду потому что тренд у нас нисходящий сейчас что мы видим по запасу хода 50 процентов по австралийцу уже пройдено до 50 процентов уже пройдено то есть ему ну а если по технике смотри то столько же еще можно пройти 50 процентов но опять же если инструмент закрывается точнее уже прошел больше 50 процентов отар заходить вообще неправильно в такую сделку потому что три к одному очень тяжело будет взять ну и неправильно то есть уже математическое ожидание она будет уже не вашу сторону поэтому если 50 процентов и и менее то можно заходить такую сделку поэтому я вот сейчас наблюдаю картину такую уровень да вот это 0 72 41 вот он откуда взялся вот здесь было касание да здесь также мы движение остановили сейчас здесь цена просто свеча закрылась ниже уровня да здесь пока чуть-чуть сделали возврат к уровню что вполне нормально потому что нужно нужно за счет кого-то же идти да сейчас вот здесь вот находятся такие мелкие покупатели внутри дня и скорее всего мы сейчас закроемся ниже да и вот за счет вот таких вот ребят которые нам внутри дня нарисовали вот такое накопление мы продолжим благополучно свое движение вниз поэтому я думаю что audi 0 72 41 уровень short продолжение продаж и ожидаем примерно вот здесь вот инструмент 0 71 71 это у прошлый уровень вот здесь уровень остановились вложный пробой достаточно это же сильно уровень скорее всего мы сюда придем вообще глобально австралии смотрится точнее он торгуется в канале вот так нефть нефть так ну по нефти смотрите вот вот тоже интересно я говорила да что по нефти если не удержит уровень да вот он уровень был внутренний на вот на прошлой неделе я рисовал уровнем вот здесь был здесь вот обсуждала вся эта вся эта картинка вот именно на этом уровне то есть я говорила если 81 20 248 мы закрепимся здесь до под общимся и все-таки заклей и закрепить это лонги у нас будет лонговое движение в канале но этого мы не сделали да мы коснулись как будто бы нарисовали ложный пробой и то есть вот такие вот резкие продажи то есть вот это движение вот это движение не сработало мне сработало поэтому здесь сейчас вот мы наблюдаем за тура им конечно можем можем брать он абсолютно не актуальны сейчас у нас актуальные уровни это какие это так 77 461 уровень у нас излома движения да сейчас мы видим что на дневном графике свеча закрылась а близко к уровню очень близко к уровню если взглянуть на недельки что происходит здесь также на недельном графике очень сильный сигнал на самом деле что вот на таких вот крупных таймфреймах идут закрытия близко к уровню то есть это и ведет к тому что будет пробой скорее всего семьдесят семь четыреста шестьдесят один здесь также близкое закрытие но все равно глобально сохраняется вас я считаю и здесь запас хода если смотреть по технике на есть запас хода по нефти то есть пробить этот уровень есть да и ближайшая цель здесь уже другие достаточно сильные уровни идут это семьдесят четыреста девяносто шесть да вот он на истории да вот здесь вот мы остановились ведь было очень сильное движение здесь также излом движения то есть да здесь он неоднократно так также подтверждался поэтому я думаю что нефть я думаю что нефть все-таки продолжить свое падение но что нам даст подтверждение этому это внутридневное движение что мы сейчас наблюдаем да если здесь удачь и было очень надвижение если здесь не будет глубокой коррекции да то есть не будет именно вот ну если мы просто нарисуем вот такое уплением надо небольшое да то мы можем полагать что инструмент дальше пойдет на пробой да то есть не будет какой-то глубокой коррекции вот и сейчас если смотреть инструмент пока просто торгуется пока просто торгуется возле уровня опять же возле уровня то сейчас продавать это неправильно мы должны именно подождать и подождать когда нефть подойдет к уровню 77 46 и отсюда отсюда уже продавать после того как накопят опять же после того как находят то есть сразу инструмент он не будет пробивать он не будет сразу пробивать это первую очередь так ну а по нефти у нас отар так по нефти у нас отар 5 долларов до 5 долларов и технические от уровня к уровню а здесь наверно он уже и пройден да так они здесь он пройден а здесь даже два до 10 50 процентов стать отар пройдена так что по нефтью по нефть вполне еще можно идти да вполне еще можно идти поэтому внутри дня вот пока такая картина вообще если посмотреть то то можно сказать что это поджатие уровню да вот она идет но опять же здесь уже какое-то идет просто ломают картинку поэтому нужно смотреть если не зайдут далеко до коррекция не зайдет далеко там например вот за этот уровень потому что здесь видите хотели уже пройти но не дали примерно вот за этот уровень давнутри дня 78 908 вот примерно вот он диапазон для накопления то мы просто смотрим и наблюдаем и ждем когда здесь будет закрепление если все-таки идет какая-то глубокая коррекция да идут дальше вот здесь идут коррекции дальше 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 идет в рост инструмента здесь уже сложнее просто идти на пробой именно в продаже поэтому надо смотреть вот но ближайшая вообще цель по нефти вот если будет пробой то это 70 496 уровень дневной вот он откуда взялся вот здесь был узлом движения очень сильного вот но опять же на недельки все равно восходящее движение но сохраняется то есть видите здесь еще запас хода еще есть до трендовой линии то есть инструмент может дойти пока так вот такая картинка складывается так bitcoin bitcoin так много биткоина тоже но сложновато если честно по биткоину у нас все выглядит у нас вообще кстати поломалась картинка на прошлой неделе я говорила что здесь было поджатие да все красиво восходящий тренд тем а была сломлена да вот она поджатие было и пошло выравнивание то есть это называется выравнивание и пробой не состоялся пробой не состоялся вот видите поджатие возврат за уровень и вот такая вот объемная медвежья свеча поглощение то есть поглотили полностью вот это движение которое вот такой вот потихонечку шли она была всем его получается съели все вот эти вот объема теперь как что мы видим да по биткоину уровень ключевым да сейчас является 56 340 56 340 сейчас мы к уровню подошли к уровню подошли ну я сказала что прямо близко мы к нему закрылись нет закрылись как даже далековато дает но хочет надо поровнее его нарисовать так пара вне и нарисовать уровень так наверное так 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 вот так наверное будет правильнее да вот и сейчас будет более понятнее так она ответил жаль когда я уровень правильный рисуешь дат прям копеечка тут уже более понай становится понятнее то есть на выроде и закрытие было близко к уровню здесь нарисовали ложный пробой до одним паром идет возврат к уровню то есть скорее всего если смотрите если инструмент закроется вот сейчас да то есть сегодня там завтра закроется вот ближе вот к этому уровню до либо ниже этого уровня то здесь уже можно рассматривать продолжение продаж и не только продолжение продажи вообще просто вот такой вот восходящий глобальный тренд это если так если они конечно поломает но они могут сделать как закрепиться ниже заходить и резко вернуться за уровень то есть могут сделать и такое поэтому здесь как-то по по биткоину сейчас они особо прям так все красиво смотрится у нас 10 долларов запаса хода по биткойн посмотрим так сколько он уже прошел 10 так 10 10 10 надо я измерять чуть-чуть нам повыше взять до прошел то есть запас хода нету просто так он не пойдет вот просто так сейчас да он не пойдет он не пробьет этот уровень поэтому нужно ждать недостаточно энергии идти поэтому здесь опять же биткойн походит еще я думаю походит и походит то есть вот возле данного уровня они опять возвращаются а вот здесь разрыв цены здесь образуют скорее всего такой вот флэт и рабочая зона будет у нас на биткойне это это вот такой вот канал получается 59 50 59 523 канал рабочие и 56 55 942 вот вот этот канал вот на ближайшее время вот не знаю как к концу этой недели как вообще все будет ну пока биткойн просто вот здесь будет ходить вот ходить ходить так сказать распиливать этот уровень чтобы определиться точно все таки мы ломаем вас нисходящий тренд точнее восходящий либо мы сохраняем лонговые все позиции да и закрепляемся и идем идем на выкуп всего движения вот примерно вот такая вот такая ситуация рабочий рабочий канал да вот он внутри дня здесь пока ходим так золото так но золото мне нравится я говорила еще на прошлой неделе да да было бы был глубокий был глубокий достаточно откат такой вы знаете ну я бы сказал что прям он причем знаете вот коснулись да здесь было очень далекое закрытие от уровня 1877 1877 вот он уровень на прошлой на историю очень сильно уровень до коснулись от и то есть такой отбой до произошел сейчас инструмент но опять же не в не очень хорошей зоне вот непонятный да это шартовая зона здесь начинается если инструмент да здесь закроется и закроется выше то есть вот быть такое движение тоже быть лонговая зона но пока непонятно то есть да прошли шарты прошло движение но ничего пока не понятно но глобально опять же глобально золото смотрится в лонг, в лонг, потому что, ну, здесь, да, если графически брать картиночку, то это у нас вообще голова и плечи. Вот она голова, вот она плечо, и вот она плечо. То есть здесь еще не пройдено все движение именно вот для этой фигуры. Опять же, что будет означать, если полностью ломается лонговая позиция, да, лонговое движение? Если будет закрепление ниже этого уровня, 18.34, не просто закрытие ниже, а именно закрепление. И тогда мы уже будем смотреть, что действительно картинка поломалась. Если движение выкупают, вот это все выкупают, подходят к уровню 18.77, то есть это уже будет выглядеть как красивый такой ближний ретест на пробой, то тут уже будет продолжение покупок. Пока ничего, пока ничего. То есть вот они ключевые уровни 18.34 и 18.77. Вот как инструмент подойдет к одному из уровней, тогда уже можно говорить точно, что вообще происходит и чего стоит глобально ожидать. Но три дня пока ничего. Да, это рабочая пока зона, но здесь видите, какая волатильность сейчас идет. Здесь вообще сейчас торговать по золоту вообще не рекомендую. так, серебро, да, серебро. Серебро, кстати, смотрится получше, чем золото. Я его сегодня анализировала и смотрела. Здесь намного все получше. Здесь есть восходящий тренд, он такой очень красивый. также здесь есть такая же фигура головная и плечи, вот она графическая. Здесь было закрытие выше уровня, немножко откатили и все-таки, видите, идет выкуп. И выкуп идет, мало того, что здесь очень сильно горизонтальный уровень, 24.840. Также здесь идет такая сильная трендовая линия, это выкуп еще идет, отбой от трендовая линия. То есть это двойной такой сигнал, очень сильно. Поэтому по серебру я прям вот так смело, прям с такой вероятностью могу сказать, что он будет идти дальше, серебро будет идти дальше в покупке, то есть будет расти. И вот уровень 24.840, очень хороший уровень для покупок. Поэтому можно прям выставлять вот здесь вот buy stop и покупать. Выставлять stop loss, да, уже смотреть, какая у вас система. И покупать. Ближайшая цель вообще по серебру, да, где вообще можно ожидать серебро. Ну здесь, конечно, да, уровень вот он есть, конечно, ну такой прям далекий. Если рисовать чуть-чуть поближе уровень, то данный уровень это вот такой. Вот он, 26.521, это уровень отката. Здесь был перелосан, здесь уровень излома, здесь уровень отката, здесь также уровень излома, ложный пробой, то есть уровень есть, уровень сильный. Поэтому выставлять примерно вот сюда цель можно. По серебру сейчас можно выставлять, именно 26 521 по серебру намного лучше чем по золоту так идем дальше так идем дальше так у нас тут кросс пары так что у нас еще можем посмотреть так газ так по газу я также говорила что будет будут продажи было на прошлой неделе в прошлый понедельник я говорила что газ скорее всего будет падать да это действительно так потому что да здесь есть два основания до 2 вершины это во первых если смотреть графический у нас есть уровень сильный 44 93 56 мы подошли к уровню да во первых есть запас хода пройден вот по газу есть уже пройдено все движение поэтому естественно когда пройдено все движение с первого раза уровень не пробивается нужно либо накопление до либо пробои здесь закрепление накопления под уровнем здесь идет сейчас просто карты ловко прям на уровне поэтому тут тоже считается таким хорошим накоплением перед перед пробоем уровня вот что мы видим до есть было закрытием близко к уровню выкуп да а ну вот ложный пробой нарисовали выкуп опять ретес на уровень опять выкуп опять ретес на уровень и вот такое вот какой вот пила так же да образовали вот такую распилов куда может даже назвать этот треугольником да кто торгует фигуру на опять же все вот эти фигуры дофига там Голова и плечи, треугольники, флаги, они в чистом виде не работают, они работают только возле очень сильных уровней. То есть, если вы видите очень сильный уровень, вы видите, есть пасходы, есть энергия и вот такую картинку, то можно это называть треугольником и можно спело говорить, да, треугольник, как вы знаете, кто знает, что это фигура продолжения тренда. Поэтому я думаю, что газ будет также падать. То есть, да, мы неделю стояли, я думаю, вот уровень 4,9356, как раз уровень, от которого можно продавать. Вот, не знаю, кто успел, да, вот сюда сегодня можно было выставлять ордер на селл-стоп. И, во-первых, разрыв цены, да, был, как раз таки, я думаю, что это был разрыв цены именно на пробой. Видите, какое сильное движение было. Поэтому, да, газ в продаже. Если смотреть на недельки, да, на недельки здесь также просто внутреннее движение внутри вот этого объемного бара, да, здесь вот тоже, ну, опасно всегда торговать, вообще опасно торговать, когда идет движение вот внутри вот таких объемных баров, потому что тут волатильность непонятно, что вообще происходит. А здесь, так как волатильность уже вся пройдена, вот она, да, здесь уже идет именно закрепление ниже, то есть мы уже открылись ниже уровня, то есть мы уже торгуемся в шартовой зоне. То есть очень-очень-очень хорошая картинка по газу. Так, далее, идем, далее, так, далее. Так, у нас вот акции, так, акции не будем. Так, доллар-франк посмотрим. Так, ну, давайте мы прямо сейчас вот прям такие основные, да, а потом я в конце покажу вам кросс-пары, которые мне стали очень интересны сегодня. Доллар-франк. Так, по доллар-франку у меня также, да, я сегодня анализировала лонги, то есть на недельку, да. Здесь вообще я увидела такое вот поджатие, то есть и так вот глобально, да, уменьшить вот оно. То есть здесь эти лои идут, получается, вот лои ниже, а точнее выше, чем эти, то есть идет вот такое вот. Не особо прямо оно прямо такое красивое поджатие, но все-таки оно есть. То есть видите, такой вот подход к уровню с поджатием. Что мы видим, да, если смотреть на уровень? Уровень 0,92,889, да, здесь, во-первых, был пройден 2 АТАРа уже по доллар-франку. Так, в доллар-франку у нас сходит 140 пунктов, это от уровня к уровню, если смотреть технически. Здесь он, по-моему, пройден уже 140, а нет, здесь пройден 1 АТАР. Нет, здесь 1 АТАР пройден. Опять же, здесь запас хода пройденный. Понятное дело, да, хоть мы закрыли лучше уровень, но мы никогда не пробьем этот уровень с первого раза. Никогда не пробьем. Тем более уровень сильный, да, на недельке, если посмотреть, ну, действительно очень сильный уровень, да, вот здесь был перелог цены, здесь был взлом движения, здесь ложный пробой, здесь опять подход, и смотрите, какой подход. Важно, какой подход и какое закрытие возле очень сильных ключевых уровней. Это закрытие очень близко к уровню, видите, очень близко. Плюс поджатие, то есть, ну, прям техника говорит, что будет пробой, то есть, все красиво смотрится по франку. Поэтому я думаю, что будет продолжение. Но опять же, продолжение после вот того, как тут вот, так сказать, всех повыкидывают, потому что здесь уже повыкидывали, да, кто зашел в продажи, сейчас вот заходит цена за уровень. Здесь был ложный пробой, да, вот так вот нарисовали. И вот таким вот резким движением пошел выкуп, и сейчас цена отогутся возле, близко к уровню, опять же. Опять идет ретест. Да, то есть, реализация ложного пробоя, опять же, вот здесь вот такая формация называется. Так что ключевой уровень, да, опять же, пока потопчется, пока отконсолидируется, закрепится выше, и только тогда покупать. Пока вот здесь вот, ну, пока рановато. 0,9289 ключевой уровень для покупок, для продолжения лонгов по франку. Так, идем далее. Так, доллар-иена. Очень интересная наша пара валютная. Доллар-иена. Стоим на месте. Вот такой флажок есть на недельке. Вот такой вот восходящий тренд. Очень все красиво. Подход к уровню, близко к уровню, нет глубоких откатов. Флаг. Опять идет ретест, ближний ретест к уровню 114.46. Это очень сильный уровень. Вот он подтверждался на истории, да. На прошлой неделе я говорила, что если будет инструмент, он подойдет. А он, видите, опять же, он подошел все-таки к этому уровню, к уровню сопротивления 114.46. Он подошел. Но как он подошел? Он закрылся выше уровня и резко продали. То есть резко пошли продажи. То есть не хватает, пока энергии идти на пробу. Не хватает. Поэтому они сюда вернулись. Но заметьте, как они вернулись. Они вернулись не очень-то глубоко. Они откатили. Вот здесь вот прям выкупы. Вот здесь вот прям не пускают ребят ниже. Это очень хорошо видно. То есть покупатель сидит очень крупный. Не пускают ниже. Поэтому здесь мы пока будем очень близко ходить к уровню. Пока мы здесь наберем позицию. Опять же, эта формация называется нереализация ложного пробоя. И как только инструмент закроется выше уровня 114.46, выше именно уровня, либо закрытие близко, либо за уровнем, либо под самый хай закроется, тогда мы можем говорить да. Это нереализация ложного пробоя. И продолжение лонгов. То есть ведет действительно истинный такой пробой уровня. Потому что здесь был не истинный пробой. Здесь был пробой опять возврат. То есть мне хватило энергии. Поэтому ждем. Я все-таки думаю, да, доллар-иена, он хорошо смотрится. Правда, хорошо смотрится. Все-таки думаю, они решатся и пробьют. И все-таки ближайший цель наша 118 уровень. Да, вот пока так. Ну, опять же, насыщенные новости на этой неделе по доллару. Поэтому нужно смотреть аккуратно, конечно. Волатильность может быть повышена возле этого данного уровня. Но опять же, всегда вот при таких вот формациях, ближний ретест, там, реализация ложного пробоя, всегда можно ставить. Естественно, если потенциал движения больше, тем стоп-лосс у вас должен быть меньше. То есть особенно при пробое. Здесь можно ставить небольшой стоп-лосс. И если даже его выбьют, ну, не страшно. Главное, чтобы формация сохранялась, и не было глубоких откатов. Можно второй раз перезайти, можно третий раз перезайти. Но самое главное, что формация лонговая, картинка сохраняется. И всегда есть возможность перезайти. Поэтому я за то, что вот по технике иена смотрится в лонг. И ключевой уровень для покупок 114.46. Так, доллар-рубль. Так, доллар-рубль тоже у нас. Так, что у нас? Да, поджатие. Смотрите, на прошлой неделе, да, на прошлой неделе в пятницу мы закрылись выше уровня. То есть очень хорошо мы его, этот уровень пробили, да. У нас есть восходящий вот такой тренд по рублю. У нас есть поджатие к уровню. Уровень у нас 73.21.52. Ключевой уровень. Здесь был излом движения. Здесь также был откат, да, перелог. То есть на истории вот он неоднократно повторялся. Уровень очень сильный. А здесь был излом. Здесь немножко так откатили. Опять же, не глубоко. Образовали вот такое поджатие цены. И опять в ретест уровне. То есть это называется ближний ретест. Уровень пробили. И сейчас мы торгуемся, видите, открытие было ниже. Видимо, не хватает, такие как бы задерки, да. Не хватает чуть-чуть, вот гэп чуть-чуть, разрыв был вниз. Все-таки чуть-чуть не хватает, да, под идти дальше. То есть особо не прям такие большие объемы. Поэтому мы потихонечку, но уверенно, идем вверх по рублю. Поэтому вот уровень 73. Те, кто, конечно, зашел еще на прошлой неделе, да, в пятницу, в покупке хорошо, потому что вот такой крепкий уровень 73.21.52, он хороший именно для покупок. И те, кто сейчас в позиции, я думаю, выходить не стоит. Но стоит ждать все-таки, потому что ближайшая цель по рублю 74.15.31. Ну, а те, кто сейчас не в позиции, да, можно заходить в покупки 73.66.58 по рублю. Но опять же нужно ждать, когда инструмент сюда подойдет. Лучше это делать внутри дня, потому что на дневке пока непонятно, как подходит, да. Ну, вот там внутри дня все более понятнее и видно, как цена подходит к уровню. Вот, так что здесь прям можно выставлять бай-бай стоп и короткий стоп и продавать доллар-рубль. То есть все тоже здесь техника, картинка, картинка, запас хода, кстати, да, не сказала по запасу хода. Запас хода есть, потому что выход из накопления. И вот отсюда 73.21.52 идет полностью запас хода до этого уровня. До 74.15.31. Поэтому здесь прям, ну, хорошие сигналы именно к покупке инструмента. Так, эфир, да, ну, эфир давайте посмотрим, да, мы не смотрели сегодня эфир. Так, а по эфиру у нас, кстати, очень получше все смотрится, чем по биткоину эфиры. Эфир у меня на анализе сегодня я делала домашку. Я его вставила в шорт. Да, именно в шорт от уровня 43.77, но уже, конечно, поздновато, да, он далеко от уровня ушел. Но сейчас смотрим пока. Пока, потому что, ну, вообще, если по эфиру смотреть запас хода, эфир у нас входит 6.5 долларов. У нас идет техника, техника 6.5, 6, ну, здесь даже, да, 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 здесь это фас хода уже пройден, поэтому вот тут вот внутреннее движение, оно пока просто идет как накопительное, то есть оно не идет куда-то именно на пробой или на пробой сюда, пока мы просто ходим вот в этом канале. 43.77 и 39.50. Вот, уровень, да, вот он, 43.77, откуда он взялся, вы можете посмотреть, очень сильно уровень. Также уровень поддержки 39.50 он взялся вот отсюда, поэтому пока эфир, он идет в продаже, идет в продаже и пока вот здесь в цель, цель вот здесь, 39.50, то есть запас хода у него есть, именно внутри канала, глобально у нас, да, глобально у нас эфир пока он торгуется в восходящем тренде, но опять же, вот здесь был ложный пробой, вот он, вот такой вот сложный ложный пробой, и я думаю, что все-таки мы, видите, мы его отрабатываем, потихонечку идем вот именно сюда. Запас хода именно как по тренду, хотя это контртрендовое движение против глобального восходящего, но запас хода вот прийти сюда у нас есть, по эфиру есть. Поэтому я думаю, эфир даже вот когда придет вот сюда, это будет уже ближний ретест, когда он сюда придет, это будет смотреться как дальнейшее шартовое движение. Но опять же, я сейчас говорю, как это может быть, да, по технике, нужно ждать, естественно, когда инструмент вот сюда подойдет, нужно смотреть, как он здесь закроется, ниже уровня, как цена здесь будет себя вести, да, может быть, они закроются и опять вернутся за уровень. То есть нужно смотреть, пока в моменте, да, внутри дня эфир падает, видите, эфир падает, он закрылся, точнее, был отбой от уровня, даже немножко не коснулись. То есть, да, вот, 43.77. Вот, но достаточно уже далеко ушли, поэтому сейчас возвраты, его, видите, на середину канала пришли. Возврата уже не будет. Будет только вот здесь вот консолидация, небольшое накопление и продолжение шартов по эфиру. Так, дальше, так, дальше у нас, ну, давайте, остается у нас канадец, да, мы посмотрели, по-моему, мы основные пары уже с вами просмотрели. Остается канадец и новозеландец. Канадец, ну, канадец у нас дорабатывает, так сказать, свое лонговое движение. Опять же, я говорила на прошлой неделе, был анализ, когда в понедельник, что канадец пойдет в рост. Он торговался вот возле данного уровня 1.24.94, да. Первый был у нас восходящий тренд, он есть, да, сейчас так же. Канадец торгует с восходящим трендом. Я говорила, что здесь запас хода был пройден. Здесь был пробой уровня, но, опять же, здесь, видите, коснулись, то есть здесь встретили покупателей, потому что уровень, вот он, это вообще уровень зеркальный, 1.25.95, вот здесь было движение шартовое, вот здесь, да, был лонги, здесь также были лонги, то есть зеркальный уровень, естественно, здесь остановили, и это нормально. Здесь мы сходили, опять же, не глубоко, и вот как раз вот этот выкуп, вот он, вот эта вот свеча подтвердила то, что все-таки движение, плюс еще был отбой не только от горизонтального уровня, но и трендовой линии, это было подтверждение того, что лонговое движение и восходящий тренд продолжается. Поэтому здесь можно было смело, кто на прошлой неделе заходил в покупки, вот 1.25.95, выставлять байстоп, это ближний или тест уровня, да, и покупать. Сейчас канадец просто дорабатывает свое лонговое движение, потому что 50% от АР уже по нему пройдено. Канадец у нас ходит, у канадец у нас 170, это получается так, что, а, ну, если отсюда начинать, туда, ну, тут уже 50, здесь больше, здесь 70% от АР, то есть канадец сейчас уже прошел 70% своего движения, сейчас заходить в покупки уже, ну, неправильно, то есть 3 к 1 уже точно не возьмете, поэтому просто пока ждать, пока он сюда придет, кто-то вот тут уже нарисует. Ну, пока лонги такие не особо, не особо такие, ну, в общем, дойдет, да, дойдет до 1.27.02, да, и, скорее всего, вот здесь вот уже будут что-то рисовать, то есть дальше, скорее всего, мы не пойдем, дальше не пойдем, потому что уровень 1.27.02 достаточно сильный уровень, вот он оттуда пришел, излом движения, вот он называется, это основа, и дальше уже на истории вот идет подтверждение. Так, по новозеландцу, новозеландец. Так, ну, по Киеве также я говорила, что будет на прошлой неделе, будет продолжение, но оно такое, знаете, нарисуем уровни, чтобы было понятнее, вот они, хотя здесь был такой запил, вот здесь такая зона вообще, здесь вот вроде менее, да, уже как-то более-менее все плавно прошли, пробои, такие, ну, достаточно резкие, но здесь же, конечно, на историю очень зараженная такая зона. Так, по Канадцу, ой, точнее по Киеве, по Киеве у нас, по Киеве у нас, так, нарисуем уровни сразу же, чтобы было нам понятнее, так, 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 уровни, чуть-чуть повыше, наверное, вот здесь возьмем, да, вот оно, вот, вот это вот, по вот этой свече, видите, остановили, немножко коррекцию, опять, опять ближний РТС, не хватило, опять пришли к этому уровню, и опять же, видите, закрепили, сейчас мы именно торгуемся в шартовой зоне, видите, закрытие ниже, но мы сейчас опять подходим к этому уровню, то есть вот такое вот накопление, тяжелая зона на самом деле, но, несмотря на это, у нас по Новозеландзу нисходящий тренд, он продолжает свое движение, так, сейчас, секундочку, нет движения, так, 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 вот, ну, так, поджатие, нет, так, поджатие где-то у нас, в комнате, инструменте, наверное, а, нет, поджатие есть, есть, я вспоминаю просто, где я видела поджатие, по Новозеландзу я тоже видела поджатие, вот оно идет, так, чтобы было понятнее, но я на эту линию уберу, чтобы вы поняли, да, что нисходящий тренд по Новозеландзу есть, и он еще торгуется в тренде, вот оно, это поджатие на пробой, вот оно, видите, поджатие к уровню, то есть, low, видите, точнее, high ниже предыдущего, high ниже предыдущего, high ниже предыдущего, то есть хорошо так вот подходим к уровню и я думаю что данное данное поджатие сработает сейчас до 10 до пасхода еще есть вот так вот повозиться вот здесь вот на этом уровне есть еще возможность такая инструменты именно вот тут вот вот так поиграться так сказать с ордерами дать тех кто зашел в продажу здесь по забирать стопы вот такие вот тени нарисовать но если зайдут вот сюда вот за вот эту зону то все здесь уже идет полом поломает просто всю картинку поэтому нужно смотреть не зря вот здесь вот такое вот движение особо тяжелого наверно скорее всего тут уже есть тоже было на этой ценовой отметке очень тяжелое движение поэтому я все-таки думаю да что все-таки новозеландец 70 100 070 10 будет падать падать то есть вот здесь вот такая ключевая точка для продаж опять же после того как закрепиться внутри дня пока внутри дня видите что происходит пока вот здесь такие танцы танцы происходят на уровне запил поэтому ждем будем вот здесь вот закрепление так ну так ребят ну все я по мажорам по мажорам прошлись мажорам по газу не в золото серии так ну все посмотрели да в принципе мы все посмотрели такое основное так евро так что же я хотела кросс пару до евро новозеландец я вам хотела показать ну вот очень мне он понравился сегодня я вот смотрел смотрите во первых есть поджатие есть поджатие ведь она уже пошла на отработку вот здесь вот смотрите объясняю вот дневной график во первых очень долго смотрите сколько он сделал накопление просто вот такое вот очень хорошее накопление как как мы знаем до выход накопления дает очень сильное движение вот это именно уровень это ближний ритмс плюс поджатие 061 030 очень сильно уровень до его пробивать на недельки только к этому уровню видите идет близко закрытия 061 030 вот и ближайшая цель если так вот смотреть по евро новозеландец то ближайшая это вот этот уровень вот он вот он видите уровень отката 1 56 819 то скорее всего мы придем сюда поэтому евро новозеландец мне очень понравился а те кто конечно смотрит до кросс пары успел зайти продажа от 0 610 30 то замечательно то замечательно если даже мы сейчас сюда вернемся да это это может быть потому что кстати вот хочу такую вещь еще сказать вот если смотреть сейчас новозеландец доллар да евро новозеландец по опыту вот скажу смотрела их корреляцию да все таки есть у нас положительная корреляция есть отрицательная корреляция вот именно отрицательную корреляция они не срабатываются с из отрицательную корреляцию брать вам долларов франк до евро доллар туда там отрицательная коллекция корреляция работает но если взять новозеландец доллары евро новозеландия здесь уже 10 больше главная то есть базовые валюта есть например евро новозеландии да если евро падай то евро-нозеланд nikita также будет скорее всего падать в в рамках тренды или в рамках канала то есть это уже неважно и если мы смотрим до новых зеландицы доллара также сказала что он идет в продаже но и она вас также идет в продаже такое тоже может быть потому что евро новозеландец работает на пробой да у него идет потенциал движения больше дойти новозеландицы доллар доллар там небольшой идет небольшой потенциал там помню идет он в канале сейчас торгуется не особо большой потенциал вот опять же почему да сейчас если евро доллар взять евро доллар сейчас пока в покупках именно внутри дня это что вот здесь мы сейчас сможем, видите, можем пойти на выкуп опять протестить вот этот уровень и вот тут вот походить и только потом пойти вниз, то это более вероятно, потому что мы отталкиваемся от евро. Поэтому те, кто не успел еще зайти в продажи евро на новозеланде, можно прям успел выставлять селл-лимит 1.610 0.030 на продажу и вообще отлично просто получается картинка, отлично, отличный заход. Вот. И насчет вот корреляции, да, просто вот если, например, взять там евро-Новозеландия, евро-доллар, евро-доллар идет свое движение, например, по тренду, евро-Новозеландец идет свое движение в канале, но опять же он идет. Просто потенциал движения разный. Но опять же говорить там корреляция, что есть положительная корреляция, точнее отрицательная корреляция евро-Новозеландца-Новозеландца-доллар, ее нету. Это разные пары и ходят они по-разному. Здесь идет больше базовая валюта, именно евро, то есть на нее больше ориентир. так ну вот вот по вот таким парам да вот кросс пару по моему я одну вам хотела показать про у моего еще и сейчас секундочку евро audi вот там похожая ситуация так евро audi да здесь вот я тоже сегодня проводила анализ что скорее видите уже торгуется инструмент шартовой зоне вот уровень уровень вот он 156 236 но так как евро сейчас торгуется в покупках именно внутри дня естественно тянет собой все остальные пары коту которых базовая валюта евро поэтому сейчас пока евро audi также как евро новоделандии скорее всего внутри дня будет там там насколько на пунктах 20 до посмотрим примерно там потенциал у него даже нет больше на 70 пунктов потому что здесь идет кросс и они больше ходят в этом пока внутри дня тоже быть такие же колебания как и по евро поэтому евро audi я также но конечно не так смотрится красиво как евро на новозеландии но я также также если по технике смотреть то евро audi скорее все тоже будет падать потому что вот здесь вот был подход к уровню да здесь вот был ложный пробудись вот как раз такая вот ключевая . именно закрепление после ложного пробоя то есть подтверждение да либо идет либо идет заход в лонговую зону либо идет продолжение продолжение продаж то есть вот здесь был нисходящий тренд здесь остановились вот такой вот образовали ложный пробой но ведь данный ложный пробок а то есть нарисовали до такой сложный он не прошел потому что опять пошел возврат уровня по евро audi конечно все будет посложнее но опять же здесь есть хорошие уровни и есть хороший 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 запас хода до вниз есть но по евро на в зеландию конечно все более идеальный потому что там есть и поджатие и на в неделька нам также говорить что будет пробой так ну все я думаю наверное стоит завершать нам на сегодня анализ нашего рынка форекс так спасибо те кто посмотрел это видео если вам понравилось ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на наш канал оставляйте комментарии нам очень важна ваша обратная связь всем успешной торговли хороших сделок и до встречи в следующих видео